Укрепление доверия иностранных инвесторов и торговых партнеров – один из приоритетов Казахстана. Об этом заявил Касым Жмартукаев на встрече с зарубежными дипломатами. Чрезвычайные полномочные послы вручили президенту верительные грамоты. Почетный караул, ковровые дорожки – все в лучших традициях восточного гостеприимства. Так в Аккорде сегодня встречали зарубежных гостей. Верительные грамоты президенту Казахстана вручили чрезвычайные и полномочные послы из десяти государств. Это представители Кубы, Бангладеша, Доминиканы, Аргентины, Перу, а также Азиатской и Африканской республик. Казахстан для нас является очень важной страной. Мы хорошо взаимодействуем как в политическом, так и в экономическом плане. У нас давно установлены отношения с Казахстаном. Принимая много ваших туристов, для них не требуется виза, чтобы въехать в Доминикану. Надеемся на дальнейшее укрепление наших экономических и торговых связей. Казахстан для нас важный партнер. Он открывает путь в Центральную Азию для наших товаров. Хочу, чтобы наши отношения были, как и есть сейчас, дружественные. И, конечно, моя цель здесь, чтобы больше развивать эти отношения. Касым Жумар Токаев приветствовал дипломатов, поздравил их с официальным началом дипломатической миссии в Казахстане и заверил послов в том, что наша страна обязательно окажет им поддержку и содействие в работе. Я жду, что вы воспользуетесь вашими высокими полномочиями и большим профессиональным опытом для продвижения духа партнерства и взаимопонимания между нашими государствами. Я заверяю вас о полной поддержке и помощи моей администрации и казахстанского правительства в выполнении благородных обязательств. Геополитическая и экономическая ситуация в мире сейчас непросты. Самые сложные за три десятка лет, отметил президент. Серьезным испытанием для всех стала и пандемия коронавируса. Растет напряженность в международных отношениях, оказывая негативное влияние на мировое развитие. Тем не менее, Казахстан не стоит на месте. В стране идет масштабная демократическая трансформация. Несмотря на продолжающуюся геополитическую напряженность, мы ставим в приоритет укрепление доверия иностранных инвесторов и торговых партнеров Казахстана. Мое правительство сохранит приверженность открытости национальной экономики и беспощадной борьбе с коррупцией. Мы выбираем курс на ускоренное развитие, а не на стагнацию. На этом пути мы полагаемся на укрепление взаимовыгодных и дружественных отношений со всеми странами мира. Глава государства пожелал дипломатам успехов, передал теплые слова приветствия лидерам их стран, а также поздравил участников церемонии со священным месяцем Рамазан, Пасхой и Лаосским Новым годом. Ирина Панфилова, присодействитель радиокомплекса президента Казахстана. Хабар, 24.